Давайте зажжем, да, свечи. Пусть они там все потихоньку горят красиво. Да. Значит, ой, Сережа, может, сам еще что-нибудь о себе расскажет, как он до жизни такой дошел. Средний день. Она потухла. Да, как-то пешком, в основном пешком. Я всегда рассказываю. Иногда на вездеходах. Примерно одно и то же. По-разному, да. Вот, потому что в детстве как-то я колыбельный, мне мама пела два вида колыбельных. Одни колыбельные, это были воровские блатные, потому что рядом с ними было 37 воров. И они, когда с зоны откидывались, они, значит, вот эти песни детям пели, обочали конфетами. И эти песни вырезались, конечно, в память намертво. А вторые песни, как анкет, я знаю, это были революционные песни колыбельные. Там по борьбе, по военной дороге весь, борьбе и тревоги. Что, борьбе и тревоги. Борьбе и тревоги. Борьбе и тревоги в 18-й годе. Я даже такую песню помню всегда. Собственно говоря, там вдали... Борьи до Волги, мы, конечно, взорвали. А чего подсвечник не поставила? А пусть он ему мешает. Нет, он мешает. Пусть сзади стоит в форме. Это как раз хорошо, да. И вдохновленный, в общем-то, этими маминами колыбельными, я как-то попытался папе спеть песню там в Голи за рекой. Вот, папа послушал. А у папы был такой идеальный слух. Он ему хали и петь. Голос был хороший. Послушал, Сережа, никогда лучше больше не понял. Ну и как-то, в общем-то, я не послушал. Петь мне всегда хотелось, но я никогда не попадал в общие ноты. И в конце концов, я понял, что петь-то хочется. Я стал писать свои тексты, чтобы никто не мог придраться, что я как-то так пою. Плохо пою чужие песни. Да, я так вижу, как сейчас художникам принято говорить. Это такая универсальная формула, которая позволяет существовать, в общем-то, ну, любому уровню художественности и поэзии. От самого низкого до самого высокого. Ну, в общем-то, так, как-то и все потихоньку. Гитару я первые азы. Ну, если совсем первые вспоминать, это было еще в моем родном городе Шевченко, сейчас октаву. Мы с другом очень сильно озаботились тем, что вокруг же все играют на гитарах, а мы, вот, зуб ногой. И мы пошли в кружок музыкальный у нас при ДК Абая. Нас там встретил очень импозамтный мужчина. У него были вот такие вот, вот такого цвета черного ногти. Причем, как я понял, естественно. Он был не вакуумный, он был просто черный. И у него была гитара какая-то еще дореволюционная с двумя грифами, вот, двумя грифами. И, а мы пришли так, смотрим на него, ногти как-то нас насторожили. И Игорь, так мой товарищ, спрашивает, а вы вообще как вот играете вообще? Ну, и он, конечно, там изобразил что-то невероятное. Ну, какое-то что-то, я бы очень простое, но мы, конечно... И вот целый месяц мы у нас учили, как правильно сидеть. Только тогда я сидел правильно, и до сих пор я правильно больше не сидел. Как правильно сидеть, как правильно держать гитару. И потом, значит, мы там разучили, по-моему, вас адули в огороде. И на этом наше обручение с Игорем закончилось, потому что терпение наше вышло. А потом был, значит, колхоз, первый курс. Было несколько гитар, было несколько ребят, которые немножко играли. И вот я их долго мучил, садился перед каждым, пытал, и там выучил несколько хордов. Ну, и с тех пор я не сильно продвинулся. Вот. Поскольку у меня не было этого, как вот тут было сказано, друида, которого 20 лет учился, я 20 лет, в общем-то, ничего не учился. Не учился сам. Ну, так получается, в каком возрасте первые желания возникли? Желания возникли еще в детстве, когда я папе песню пел. Нет, ну, в каком возрасте? Ну, на первом возрасте. В кружок пошел я, по-моему, в девятом классе, да, в девятом классе пошли в кружок. Ясно. А стихи уже я писал, вот, в том числе в Симгазете, но это были в основном такие сатирические переделки. Пародии. Пародии, да, пародии. Так, подумал, что я буду не один, и как-то потом спешусь. А вы не один? В смысле, из исповодителей. Не один, правда, вот еще я вижу вот Рюстен свидетель, я думаю, он меня еще немножко подборочит потом. Правда? Я думал, что я буду петь, я не составил, не успел я составить нормальную программу, вот как-то, вот, ну, я хотел рассказать вам, просто начать рассказом про одного человека. Может быть, наверное, может быть, это неправильно, потому что вы пришли меня послушать. Был такой, в общем, однажды в интернете я наткнулся на рецензию какому-то кинофильму, и она мне очень понравилась, я прочел еще одну, увидел имя Александра Бронский, а потом стал читать дальше и понял, что я читаю рецензии умершего человека. Он умер, и под одной из последних рецензий он написал рецензию к фильму «Путомленный солнцем» который Михалков сделал. И там была подпись тоже, видимо, кто-то прочитал уже после его смерти. А он родился в 86-м году, а умер в 2010-м. Молодым у него был больное сердце, но в больнице у него просто сердце остановилось. И кто-то подписал там ну, как-то так на полу жаргоне «Жож, братишка, жалко, что ты умер, встретимся еще». И от него практически не осталось фотографий, одна из немногих фотографий, на которой он изображен, и у него лицо запорошено вот так снегом. И почему-то мне эта фотография очень, ну, не знаю, как тогда окончательно меня пробило, как говорят. И он буквально в последний год своей жизни он прислал рецензию журнал «Ровесник». Его пригласили там вести даже страницу с рецензиями, и успели опубликовать вот ряд рецензий его к кинофильмам, и он не успел, он просто просто умрел. И я бы хотел правда длинное, мне хотелось бы конечно прочитать его первое письмо в редакцию. Просто потом на впечатление от этого письма, от его других вещей, я написал песню, которую я бы вот тут спел. Сейчас я неудачный. Не сильно страшно. Что ты читаешь? Что ты читаешь? Меня зовут Александр Боровский, мне 23 года, я неудачный. Я никогда не интересовался кино всерьез, с книгами, биографиями, плакатами, справочниками, энциклопедиями. Я безграмотный некультурный кинозритель. Было 70 миллиардов возможностей меня. Столькими способами могут соединиться родительские хромосомы. Появился я самый сильный сперматозоид. Так говорит телеканал National Geography. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране 56 лет. Мужчины без высшего образования живут меньше. Статистика. У меня нет высшего образования и не будет. Поэтому я надеюсь прожить быстрее. Уже сейчас у меня по поводу хронических болей, чем в детстве сильно болел и к 40 организм износится совсем. Надеюсь, что до полтинника я не дотяну. Оставшиеся 20 или около того лет надо как-то провести. На суицид я не способен. Первое по трусости. Второе по убеждению, что не имею права распоряжаться тем, что добыто не моим трудом. А кино лучшее средство скоротать время. Когда совсем плохо, я переслушиваю битву след за плюну. Это всегда помогает. У Боба Дилана есть песни из моего любимого фильма Вундеркинды по роману Майкла Чабопа лауреата полицарской премии за мой любимый роман «Приключения Кавалера и Клея». Песня называется «I think I've changed». Пещи меняются. Все меняется. Я не буду приводить текст этой песни, тем более я не все понимаю. Но то, что понимаю, точно про меня. Вундеркинд из нашего города сразу после школы поступил в МГУ. Теперь работает в Москве редактором глянцевого журнала. Каждый выпуск журнала читает 4 миллиона мужчин. Так он пишет в своем блоге. В профиле которого в графе о себе значится родился и выжил в Зеленогорске Красноярского края. Вот и слабенько. В 40 километрах от этого города, где я живу, есть другой заозерный. Выглядит, если коротко так, поршных хрущевок в центре, железнодорожный вокзал на краю, вокруг одноэтажные деревянные дома, удобство в дворе. Подростки вечерями гуляют по улицам, асфальта все равно, что нет. Улица Ленина или Маркса не помню. Там круглосуточный ларек, брошенное двухэтажное деревянное здание. Рядом дождь от ищербатый забор. На нем белой краской компьютерный клуб и стрелочка в нужном направлении. Девушка 15 лет. Таких, кажется, еще называют детьми. С третьего парня 22 лет снесло крышу. Она уже опытная, умеет отличать божий дар от яичницы. Брак. Живут у матери мужа, потом приезжают к матери жены, потом снимают квартиру. С момента познакомства проходит полгода. Полгода она беременна, ложится на сохранение. Через три недели выходит из больницы, развод. Еще можно сделать аборт, но ей жалко. В 16 мать-одиночка. Я разговариваю с ней за пару недель до родов. Она любит смотреть фильмы ужасов и ТНТ. Сидит в ВКонтакте. Мимо по улице ее одноклассница с коляской ребенком. Тоже мать-одиночка. Коляски на вид больше лет, чем матери. С виду крепкая, тяжелая. Сейчас таких не делают. Выдержат еще не одно поколение. В нижней части деревни в июне месяце стоит копнуть землю на пол штыка вода, низина, болота. Ничего не растет. Никто не держит скотину. Мужик с глубокими морщинами роет на улице канавки, чтобы вода сбегала ниже. Собаки не лают на прохожих, а играют с котами. Перед зданием ОВД стенд с объявлениями. Ушел из дома, не вернулся. Был одет в черную куртку. Прилагается черно-белая фотография. Таких объявлений штук пять. Приходишь через полгода. Другие объявления, другие фотографии. Ушел, не вернулся. Был одет в спортивные кольки. И так далее. В здании вокзала стенд с прессой. Куча глянцевых журналов, бульварных газет, сборников анекдотов. Наверное, журнал Унберкинда из моего города тоже есть. На станции поезда останавливаются на пару минут. Сходят те, кто доехал, залезают те, кто прорезает в путь и дальше. В нашем Зеленогорске плюс-минус 60 тысяч человек. За озерцы говорят про него. У вас там в большом городе. У нас в большом городе один кинозал, местно 200. И тот убыточный. Если фильм не рекламировался по ящику, зал пуст. Летом в кино ходит мало людей, и у всех огороды. В Заозерном и такого нет. Если 7 лет назад я мог бы достать все фильмы, что хотел, то сутками, без сна и еды и воды смотрел бы все подряд. Даже отключение электричества не могло бы меня остановить. Сперва и прежде всего я посмотрел бы всех итальянцев с конца 40-х, а потом всех европейцев. Американское кино того периода оставило меня равнодушным. Я и сейчас не могу смотреть на Хэмфри Бугарта, Кэтрин Хевберн и прочих. Хичкок, мне кажется, похож на желанную пластинку Орбит, а Мерлин Монрон и Медузу. Я случайно потрогал Медузу лет в 7, когда мама меня вазила на море. Чуть не стошнило. Я не могу понять, что это все носятся с гражданином Кейном, Касабланком или даже с крестным отцом. Можно прочитать книгу, послушать саундтрек, и думаю, результат будет много ярче фильма. Впрочем, в этом мире ты либо побеждаешь, либо ты говно. Норма Джин Моргенсен выиграла, а я говно. Так что не имеет значения, что я думаю. Сейчас у меня штук 50 фильмов, от обладания которыми я бы писал кипятком от счастья 7 лет назад. Теперь мне плевать. У них плохое качество, я записывал их с телевизора. Не в этом дело. Я ведь помню, как 7 лет назад смотрел неотреставрированную копию Андрея Рублева по телеканалу Культура. Я сделал звук на максимум, проник телевизору, и половины слов все равно не мог разобрать. Ничего не понимая, я прилип к экрану, как муха, пойманная на липкую ленту. Мне тогда дешток не могло помешать. 7 лет назад меня завораживали длинноты. За близкий поинт машина тащится по пустынной дороге очень долго. Это было лучше, чем секс. Солярис Тарковского. Персонаж Дворжецкого идти по автостраде. Бесконечно я смотрел, и мир вокруг меня исчезал. Я ехал в этой машине, мне было тревожно и страшно, мне было немного жаль в своей жизни. Я знал, что осталось чуть-чуть. У меня плохой здоровье долго не протянул, я легко считал это в глазах Дворжецкого. Тогда, в первый раз, когда я смотрел этот фильм, видя кассета, кончилась минут за 7-10 до финала. Я так и не увидел Баниониса на коленях. А недавно пересмотрел Солярис по ящику. И на этом месте с Дворжецким переключил канал, иначе бы уснул. У меня был кассет в виде магнитофона 7 лет назад. Фильм «Повар-вор», его жена и ее любовник записался почему-то черно-белым, с помехами. Я смотрел его не отрываясь. Долгий, тоскливый пролетокинокамеры от туалета через жиральный зал ко двору, куда подвозят продукты и выливают нечистоты. От этого фильма я поехал по-настоящему. Никогда не принимал наркоту, водку и прочую алкоголь. Пью очень редко, совсем не уважаю кайф, но думаю, что повар вставил раз в стоп круче. Теперь тайны ночного дозора того же Гринуэна затерялись в моих заваловах болванок. Я их не смотрю. У меня теперь цифровой видеомагнитофон, или как он правильно зовется, 160 гигабайт памяти на жестком диске. Я по привычке слежу через Яндекс телепрограмму за всеми фильмами проходит пара месяцев и я удаляю их. На болванках пылятся Антониони, Осириани, Трюфо, Вендерс Сокуров, Казинцев, Коврисмяки, Кубрик, Касоветис, Триер, Крислевский, Муратова, Гадар, Бергман, Джарбуш, Леоне. Я никогда не посмотрю их. Теперь есть интернет, есть доводы-проигрыватели. Скачивать дорого, люди обмениваются дисками. Я тоже обменялся дисками со знакомой. Ей 23 года. Двое детей с младшей дочерью Ксения сидит в декретном отпуске. Показывает семейный фотоальбом. Это моя мама была. Умерла в день рождения Есенией. Хотела, чтобы внучку назвали именно так. Знакомая лысая. На лице у нее штук 10 сережек. Кажется, это называется пирсинг. Продавщица в магазине замечает, что еще жопу себе проколола. А у нее еще две татуировки. И татуировки и проколы делал муж. В армии научился. Когда муж делал татуировку на груде, она хохотала до слез и не могла остановиться. Муж у нее все умеет. Любит готовить десерты по рецептам из специально выписанной по почте книги книжного магазина в Заозерном нет. Сейчас по почте перестали заказывать. Дорого. А хотели бы купить камасутру, любящая семья. Это видно потому, как они смотрят друг на друга, когда говорят. В детском саду сказали занести 200 рублей на ремонт. Знаю, мне вчера говорили. Он. Ну и что, не внес? Они у меня в кармане просто так появляются? Вроде конфликт, а они смотрят друг на друга так, будто очень хотят прямо сейчас заняться сексом. Вместе они уже 6 лет. Она дала мне коллекцию ужасов 33. Особенно порекомендовала фильм «Мертвая тишина». Ее мужу этот фильм очень нравится. Коробка диска почти развалилась, наладом дышит. Прошло много лет. Я попытался посмотреть, хватило минут на 10. Картинка черно-белая с помехами, отвратный перевод, идиотский сюжет, кривление актеров. В Америке, как оказалось, тоже умеют плохо делать кино. Для меня это было почти открытие. Иногда над Заозерным пролетает вертолет. В одноэтажном деревянном доме дребезжат стекла. Проносятся мимо железнодорожный состав. Полы и стены в доме дрожат. Ощущается тревожность. Богатые, конечно, тут тоже есть, как и везде. Временами тоже плачут. Я не спрашивал, что в Заозерном. Думают о патриотизме, СССР, Путине и так далее. Когда я шел по улице мимо мужика, что копал канавки, чтобы вода стекала ниже. Думать об этом было верхом идиотизма. Даже я на такой не способен. И поглядь на такой земле бесполезно держать. В нем будет вода. Летта была дождливая, на улице грязи много, небо высокое. Облака красивые, с ними еще чище, проносятся быстро. У Битлус есть песня «I'm only sleeping». Я просто сплю. Я очень ее люблю. Она тоже про меня. Вся моя жизнь от рождения до нынешнего дня называется так «I'm only sleeping». Я не хочу просыпаться. Я просто не хотел засыпать. Но меня никто не спрашивал. Я проиграл. Я неудачник. Ну, жалко, что нулера, правда. Интересно, что бы было с ним потом. Что бы он еще написал. И получилась вот такая у меня песня. Это лицо солдата Брошенного в снегу Он так и не смог Когда-то Выстрелить по врагу Как и лежит По-детски От смерти Закрыв глаза В заледине Во мыске Возле завода Фреза Мортвая Прокодная Мантомная Боль-гудка Призрак Кинотеатра И дальше Вполне Жутко Тянется Перспектива Мина ночных Огром Все еще Серебущих Осиротелый Царь Боль Образор Оконных Мимо Опухших Век Мимо Всех Обреченных На Весконечный Бег В Маленьком Самодельном Тутошнем Тутошнем Колесе Мимо Фигур Поддельных В Велик Волосе Мимо Часов Вокзальных Читающих Приговор Мимо Рекламы Банка На Глайках Сутенев Мимо Угрубой Школы Хлых Подростков И Мимо Углей Потухшей Детской Его Мари Припорошенный Снегам Он Смотрит Своё Кино И Способ Его Побегать Наступит Любому Но Не Просочится Взгляду Ни Бородных Пенок Ни Норочных Фасадов Ни Вялых Шестых Палат Мимо Качелей Детских В Ожогах Срамных Вычков И На Тоске Почётной Выразанных Зрачков Мимо Забытых Струек С Ключеных Пальцев Сай Мимо Мимо Пальцев 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 С Кам Пальцев 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 Где, как с тобой иголка, Брошенный человек Над обреченным залом, Маливопотом в полнакола Светился в темноте. И вот, Саша, ты хотел длинную песню. Разве она длинная? 9 минут 47 секунд. Я понял, что если я к концу вечера бы ее дарил, Стал уже, чтобы никто не удержал. Поэтому я так нахально раз просчитал. У меня, большинство моих песен, Они как-то вот были про то, чего я всегда боялся. И, в общем-то, оно как-то, как я не боялся, Я не пел. Оно как-то все потихоньку сбывалось и сбывается. И вот одна из таких песен. Немедли, дружок, нажимай курок, На той стороне прицела. Такой же, как ты, дурачок-стрелок, Возиться неумело. Уж если ты сейчас здесь, Нечего заеброти. Все очень просто, Либо ты есть, Либо бутон напротив. Его лицом почернеет мать, Твоя ли мать пошатнется? Надо ворковую из вас умирать, Времени не остается. Он, стреляй, говорю, не ему тебе, Не потому, что ты лучше, А потому, что в одной судьбе Звезды, спокойно, суча. Могли бы родиться мы не здесь, Слезы бы не те в пинаре, Слегнии могли бы не те прочесть, А вот, глядишь, попали, Он бы тоже мог не там Впервые отбедать хлеба И не кривить сухого рта С нами под разным небом. Дай же нам Бог таких врагов, Что не приведи Боже, Дай им копыт зубов врагов, Может, оно порожит. Верить по сне без задних лап, Что истребляли мне жизнь. И сдавать спокойный храп, А не зловный скрежет. Ну, а пока мы сухарь с тобой, День с паленой водкой, Третьим бы мог быть тот и год, Вот оно, братец, вот как. А мы вообще как будем? Может быть, мы гитару по кругу как-то? Нет, давай уже с ним. Или целиком? Давай сначала немножко, Хотя бы часика полтора ты, А потом уже попробуем. Воды может, надо, Серёж? Воды может, да. Все газы или без газа? Без газа. Без стакана. Без газа. Без газа. Без газа. Без газа. Да. Давай,ди, марит. Поскольку вырос я в городе Актау, а город Актау расположен по острове Бангышлак, рядом с плотой Устюрда, это такая пустыня, кругом камень и Каспийское море, город на берегу моря. В источнике медиа об этом говорится следующее. Гоби, макширный регион, сопровождение. Я как-то еще не пользовался ни Алисой, ни этим, ассистентом Гугла, но он периодически срабатывает, я не понимаю в какой ситуации. И вдруг голос такой откуда-то говорит, вы знаете, я не совсем понял вопрос. Нас везде слушают. Ну и в общем, там у нас нет таких страшных зверей, как здесь, вроде медведя, там и Балстук на севере. Но у нас там полно всяких змей и пауков. И самый страшный, ну про него везде слыхали, это каракур, черная смерть переводится. То есть укус его, если он удачно укусит, то может и перблюдо освоить. И эта песня как бы, ну как бы, от имени каракурта. Ну это, кстати, мысль можно по двумя перблюдо описать. Ради вот этих минут, ради вот этой синих, маленький каракурт, Я на краю пустыни случайно остался жив. Ногой пощажен верблюдо, черен мал некрасив, Кто я, зачем, откуда, ветром не занесен. Ворогом не замечен, кем и зачем спасен, И для чего отмечен. Мой смертоносный гар, мне для которой службы. Черная смерть, кошмар, стуки недолгой душбы. Я урывал тайгон, прячась за миражами. С каждым вторым знаком, и все же не осязаем. Землю зима вот-вот Тронет когтистой лапой, Дыхание мое сожмет, Той уже тихой садой. Тою бы мог и я У всех проходящих мимо Надежнее, чем змея. Но, сударок, пандаминья И торжеству побед Я предпочу невнятный, Неуловимый след К цели невероятной. Старых моих друзей Съели давно невесты, Просивши нитизей, Ощупью неизвестность. Двигаюсь я в реком, Нитачкой паутиной, А где-то там за песком Плещется дивом дивным, Вольно бежит навстречу, В пенных барханов стоя. Там я утрачу речь, Но ты, невалимая, Что это предо мной. Но ради вот этой сини, Ради нее одной, Я на краю пустыни Случайно остался жив. Так, может быть, Разбавить Немножко Геологическими Песнями? Поскольку Все-таки мы находимся В поселке Геологов. И хоть здесь уже Не так много осталось От геологии, Но Люди еще Тропы и люди еще помнят. И геологов тоже. И, конечно же, Конечно же, Геологический быт Он очень сильно Оспособствует Романтическим настроениям И стихосложению Не у меня одного. А и особенно Вот эти вот Периоды, Когда Паревой сезон закончен, Все выполнено, Все работы сделаны, Все пробы упакованы, Вики написаны, Карты Как могли Уже нарисованы. Больше пока Добавить нечего. Остается только ждать, Когда летит вертолет. И вот это Оставшееся время, И когда уже Глубокая осень, Вложится первый снег, И все такое печальное. И это Очень, очень На романтических Чувствах Рассказывается. И вот Прямо стихи Они Прямо Просятся. Но спою я сейчас Совершенно не романтическую песню, А песню, Которая Случайно Была написана Ко дню геологов. Мы там Проводили Конкурс, И как раз Тогда появился Вот это Колесо чудес, Как он называется. Поле чудес С этим колесом С бессмертным Он, кстати, До сих пор Еще Потрясающе И вот На основе Этого колеса Мы строили День геолога То есть Там были Какие-то Призы И вот Крутили колесо Но выпадала Там Какая-то Надпись Какая-то По этой надписи Появлялся Какое-то Происходило Какое-то Действие Номер Какое-то Выступление Песня И вот Один из номеров А При этом Главным призом Был гуси живой И Что-то Вот мы Когда этого Гуся купили И подумали Что-то нам Так стало Жалко Этого гуся Живого Не в том смысле Жалко Что живого А жалко Отдавать Думаю Сами съедим Что это Вот все Призы А нам Ничего не достанется Мы вот Сарались Сделали Сейчас Загадаем Какое-то Слово Которое Никто Не отгадает Ну и На главный приз И пусть нам Уйдет Ну а какое Чтобы никто Не отгадал Но оно же Должно как-то Существовать Ну и придумали Просто слово Правильно Если угадает То правильно Не угадали Правильно А к этому слову Кто эти тени Печально Печально Это ж Геологи Ну правильно Правильно Кто с рюкзаками Пытается плавать Свалившись из лодки Кто на медведя Идет с револьвером Нахальной походкой Слетает с коня И висит на скале Наплевав Ну не кровь Кто эти самоубийцы За это ж Геологи Ну правильно Правильно Набравшись с вершины Трипуда Камней тех Что нету в долине Кто сверху глядит Как ползет А пенит К этой самой вершине Кто в каменной нише Журнал Заполняется Силей от холода Кто эти шерпы Несчастные Это ж Ну правильно Правильно Кто каждый год Восдержание Держит Нелегкий экзамен Кто лишь А женщины Дупает Глядя На сколотый Камень Кому в это время Не могут Помочь Даже сеть Сопатологи Кто эти Горьи Малахи Да это ж Герои Ну правильно Правильно Найдены Были в песках Между речья Трискорщенных Тела Лопата Киркат Рюберя Мешка На папирусе Схема Эту загадку Сумели с трудом Разгадать И эпологи Кто эти Скорбные Мумии Это ж Геологи Ну правильно Геологи Правильно Гусь Гусь Да Гусь Достался Семье Федореевых Вот И Вот они За его Пожалели У них Рука Не поднялась И Долго Еще Надежда Васильевна Выгуляла Гуся По поселку На веревочке Значит А потом Они куда-то Его кому-то Значит Подарили Судьба Дальнейшая Его Неизвестна Ну Наверное Печально Хотя Кто знает Бывает Долгожитель Бывают Люди Какую-то Отдельную Животингу Себе Выделяют И Не сила С ней Расстаться До глубокой Старости Во всяком Случае В интернете Есть примеры Дружбы С гусями С домашними С ручными Про дружбу С курами Не смехал Вопрос Продолжительности Жизни Гуся Ну Кстати Здорово Был Гусь Артист Да 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 Кстати Театр Был Гусь По-моему Лет 7 Где-то Живет Я не был Больше Вообще Домашние Живутные Всегда Кроме радости Потом Всегда Печален Когда умирает Тут я говорю Что там Кот Для Расслабления Собака Для радости Хомячок Написали В интернете Для того Чтобы дети Приобрели Опыт Смерти С такой Скоростью Они Помирают Расслабления Расслабления Продолжение следует... Продолжение следует...